всем доброго утра доброго дня 16 февраля утречка и утречком уже солнышко и заяц стоит заяц стоит и зайца заяц сидит здравствуйте девочки здравствуйте цыбочки привет друзья едем привычная обстановка но такая непривычная у нас сегодня я минус 30 саша в школе игорь какие сюрпризы блин чашлакбаум по бордасу не получили он открывался и тут же опускаться начал и короче игорь остановился но мы видели короче все рассказала короче курсе короче уж куда короче-то ой ладно игорь сашу отвез в школу проснулись рано они я чуть попозже работа с утра так что мы едем сейчас магазин ну кто в курсе этот курсе потом мы едем по делам я при макияже при шампочке список дел целый список надо заехать надо обязательно заехать фикс прайс не надо купить белизну палочки на такой вот по мелочи но и есть моменты самые и очень важные которые нам нужно посмотреть и тоже купить солнце хоть и холодно светит и греет уже греет солнышко я знаю что сегодня в 6 утра в москве было минус 33 5 мне дядя мой отправил а там эти минус 33 это все наши минус 40 я хочу сказать но вчера мы лишний раз убедились в том что у нас повысилась все-таки каким-то образом влажность потому что ощутимо появляется пар вот ты когда в душе моешься такой орел пара раньше этого не было так вот к чему я это когда влажность в воздухе повышается тогда ощущение холода и мороза увеличивается то есть допустим если раньше для нас эти минус 30 минус 40 такие были комфортные да сейчас прям ощутимо зыбко и холодно не не зыбко и зябко зябко вот прям другого слова не подобрать вот такое вот холодноватое ощущение и если раньше у нас окна постоянно были открыты на полную вот под углом на полную гребенку да то сейчас большую часть времени у нас окна открыты на одну гребеночку почти плотно-плотно ощущается в общем как-то меняется погода я уже об этом ранее говорила нас новые подписчики на канале они приходят подписываются дают вопросы кстати говоря столько вопросов по поводу того бика зачем ты стираешь черные вещи с белизной я добавляю немного белизны я об этом уже несколько слов и говорила буквально эту же инна спрашивала кто-то еще кто-то еще из новеньких из новеньких я не говорю сейчас про ирины так вот я стираю с белизой для еще пущей больше чистоты ну вот так мне хочется и когда начинает писать века объясни зачем зачем ну вот так мне хочется я даже не говорю стирайте вы так ну и как бы я не думаю что это должна отчитываться может вы знаете ну так вот задаются вопросы вот прям объяснить зачем я не пойму хочу такие вот бзики вообще я вот помню когда мы приезжали в ивана франкурск бабушки это украина и в коломы у них там настолько была в системе хлорированная вода у нас на восточной украине на азовском море она была более такая с железом так вот мама даже просто в воде без порошка замачивала маечки замачивала футболочки на там на день на два да вот чтобы сутки там постояло двое и они прям белоснежные становились настолько содержание хлорки было в воде поэтому я не знаю я уважаю белизну я уважаю хлорку когда делается уборка я всегда все поверхности ну естественно разводится разная концентрация вы же не берете голимую хлорку начинаете все ею мыть нет конечно я всегда добавляю в воду при мытье полов при подоконниках пыли немножечко хлорки чтобы убрать микробы чтобы была чистота я человек очень брезгливый ну вот прям очень очень брезгливый и я люблю чистоту во всем и везде и всегда мы едем по улице строителей смотрите как у нас ой а как ладно смотрите как заснежено видите какие то же тут вообще зубы но у нас эти сугробы постоянно а вот сейчас центральную россию засыпало и там конечно не всегда такая ситуация но для нас снег это конечно не диковинка надо узнать как смоленске ну да москву то мы уже в курсе так мы приехали мы приехали фикс прайс игр меня сразу предупредил что денег у нас немного вот сюда мы приехали здесь красно-белая фикс прайс мне в основном нужно здесь я вам говорила белизна и я увидела у кристины конаковой она показала что фикс прайс есть приправа чеснок и именно с частичками чеснока то есть не не сыпучая прям такая знаете порошок порошком а именно с частичками вот мне нужна такая приправа сейчас зайдем посмотрим что у нас экстрасти я сразу вам говорила что у нас отличаются цены нашего фикс прайса с вашим и ассортимент девочки вот вы меня про невею спрашивали вот невея софт вот она фикс прайсе и я ее покупаю 300 миллилитров 200 рублей вот появилась еще не пенка для умывания интересно так всякая мицеллярка он видите тоже сколько и и про крем для рук я беру вот такой прям и вот такой мне тоже они нравятся вот этот дает возможность работать за компьютером за клавиатурой и руки после него не жирные ну что тут еще есть посмотрим игорь уже взял ватные палочки надо наверное еще ватные диски взять для животных здесь декор смотрите какие милые суккуленты типа но очень такие симпатичные где-то поставить если в офисе работающего за компьютера ой лампы тоже ну вот если грамотно красиво собрать декор до интер в интерьер можно вписать очень даже симпатично тут ароматические палочки подставкой ароматический набор свечи у нас знаете ли видели есть тележка а здесь вон корзинки вот у нас вот такая вот тележка только оранжевая здесь все что для дня рождения до дезодоратному его в ленте так брем вот эти а нет у тебя другой палмале фон стоит так доместосы и белизна вон смотрите сколько белизны появилась сейчас обязательно белизну возьмем здесь гели не вея шампуни а их ты только такой питательные маски ну мы приобретению вот этой всей нужности займемся с вами чуть попозже пока потерпим никотиновая кислота это для волос зубная паста ежедневная защита салфетки ватные диски мне вот эти вот нравятся я возьму пока одну ну и что берем белизну любимую дорогую давай две штучки пока возьмем так белизна у нас сейчас почем здесь и не поставили по цене и тут ценника нет 55 рублей до так и здесь были я помню большую бобину брала полотенец вот эти вот по 55 мне они понравились так сколько возьмем угаря одну-две как но тут все такое скотч контейнеры хранения для унитаза накладки нет нет не страшно не люблю очень страшно не люблю он смотри для обуви чтобы складывать экономно так нитки это саша просил смотри стельки кстати какие есть знаете есть лайфхак если вам большая обувь возьмите купите стельку и добавьте туда стельку и вам обувь будет в размер вот смотрите даже теплые стельки есть отлично тут автомобиль но я всякую салфетки до машинки так здесь че и че и ну вот по моему мой этот я сейчас пока не надо я сейчас с бергамотом так липтон стопа 100 пакетиков по 100 рублей вот это надо заполнить носочки варежки перчатки здесь тоже всякая машинка вы так знаешь чего давай сюда зайдем повернем я увидела хлоргексидин смотри здесь хоргексидин по 18 прямо натурально ну а ну нет крашеная тоже я думал 40 штуку маленький 200 рублей смотри по 18 помнишь и пиковую ситуацию когда он по 100 рублей стоит восьмую одну все ты взял себе тельняшку мы сейчас саши тоже захотим мы у тебя померяем а потом сюда приедем я думаю они еще будут так давай еще посмотрим сибирика любимая моя сибирикой даже вот здесь есть да давай вот смотрите гель для рук с хоргексидином 55 рублей здесь дезинфицирующие средства перекись я такая думаю что перекись тоже 18 рублей смысл покупать в аптеке в аптеке дороже такие сморики о девочки ну-ка 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 сейчас посмотрю свой размер серенькое вроде ничего папа давайте положили тоже кое-что нашла там на вороте это какой придется тебе тоже тельняшку брать ну нет нет маленькая блин ну вот для дома да да но нет для дома дань но нет возьмите ли какой-то сорок восьмой мужской ну-ка да да ладно я сильно вон тут есть побольше снизу вон впереди снизу но она сейчас их не носит вот так вот увидишь что-нибудь симпатичное пролетало полное пролетаем так я к приправам хотела еще как стать а тут же мы тогда взяли 30 процентов спирта мы взяли 100 штук а здесь 120 30 процентов а тут просто 99 бактерий это спирта содержащий или нет машина положить нет замерзла так но мы идем дальше пичи неги кстати саша после питера марию больше не любит вкусняшечки пакетики нам надо будет в ленте взять фрекингболку кончилось так тут всякое всякое вот зато симпатичной формы смотрите какие банки вот это вот такая штука не как формы надо все посмотреть вдруг какие-то нужности здесь есть пока никаких контейнеров ну контейнеров не очень много конечно и мне нравится что здесь всегда есть сады приду не и хорошие соки мы движемся потихоньку к приправам а посуда постуда посуда такие уютные да вот то что я не люблю вот это вот прям нет вот тоже симпатичные мисочки ну прям простые без всяких замысловатостей посмотреть вот и вот ее просто легче тут достать такая прям внушительная да салат можно там готовить вот супница тоже симпатичная там здесь у нас консервы маслины 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 икра по 28 рублей так здесь соки и здесь я хотела посмотреть приправы а где вот приправы а у нас что их нету ну вот так что видите вот приправ нету они обычно здесь стояли таких как конакова кристина у себя купила у нас видимо нету потому что там только сладкое а нет вот нашла 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 вот он чеснок я ее нашла полезный продукт и вот наши покупочки сегодня салфетки здесь у нас ватные диски я сюда мы купили целый пакет фикс прайсис и сейчас едем дальше да мы взяли бонусную карту она накопительная баллы стали все-таки активнее посещать фикс прайс забили злой за хлоргексидином а вы знаете что я не пользуюсь лосьонами лицо протираю хлоргексидином поэтому я здесь буду частый гость за такую цену почему нет как хорошо что можно сесть на машину и снять маску потому что в общественном транспорте не хотела бы сказать свою вот такая карточка теперь у нас будет я думаю все-таки наверно будет удобно ну даже если 50 рублей накопится это та же приправа грубо говоря 55 рублей нас стоило надо посмотреть а кристина видео сказал 100 рублей у них может быть постов ну ты допускаю все девчонки напишите если у вас фикс прайс вы ходите да в разных городах мы живем почему у вас этот чеснок ну чек в общем есть мы посмотрим домой приедем уже посмотрим внимательно почему не показалось 55 на монтировать буду увижу наступил обед у меня осталось немножко котлеты я знаете что хочу сделать я добавила приправу сейчас покажу вот такая любимая приправа сашина окно и вот такую добавила томата базилик налила чуть-чуть сливок хочу сделать подлив и наливаю горячую воду в этой в этом всем я сейчас прокипячу котлетки и будет подлив здесь буду варить макароны сейчас закипит вода и заброшу вот такие вот корольки рогальки от макфы ну а тут жду тоже когда закипит и сделаю тиши огонь пусть потомятся в подливе я думаю будет вкус для того чтобы загустить эту массу я немножко добавлю муки которую предварительно разведу в воде беру столовую ложку примерно муки я думаю этого будет достаточно хорошенько сейчас мука здесь растворится пока сильно не перемешиваю она сейчас водой напитается потом будет легче и перемешать и такой вот будет загущенный слегка подлив подлива для котлет закипели у меня котлетки в этом соусе я сейчас сделала тише огонь здесь у меня мука которую я развела водичкой и сейчас сюда добавляю и чуточку добавлю вот этого чесночка достаточно мне кажется это должно быть очень вкусно тем более мы любим всякие подливы подливки кому как все по-разному просят это называть у нас дома вообще называется конечно подливка но кому-то режет слух поэтому я и так и так даю два варианта любой выбирайте все сейчас она чуть-чуть покипит поварится котлетки будут сочные вкусные так что такой есть вариант если у вас на второй день на 3 остались котлетки просто берете и вот в соусе готовите еще мне писали о том чтобы сменить кастрюли девочки я не хочу менять все кастрюли меня устраивает вот этот вот набор белых кастрюль чисто без рисунка я не люблю с рисунками я не люблю с какими-то узорами мне это напрягает мне не нравится я люблю белую аккуратную посуду без всяких вычурностей и вот этих вот узоров единственное что мне надо сменить вот эти кастрюли и киевские но мне нужно найти такие же кастрюли с тефлоновым покрытием те что говорили на кукмаре это казаны у меня есть уже такой казан он там в разделе кастрюля тоже зачем мне нужны с пластиковыми ручками мне нужны кастрюли определенного объема определенной формы нержавейка мне тоже здесь не подходит я не хочу я хочу белый у меня набор есть причем у меня набор вот маленькая кастрюлька туда входит в этот набор и вот такая белая кастрюля у меня их две вот с такой крышкой так что ну я не вижу смысла их менять зачем они хорошем состоянии мне не нравится мне нравится их форма удобства и не хочу и вот я вам показываю у меня есть такая от кукмары кастрюля казан вот с такими ручками я и пользуюсь если я в нем просто что-то тушу понимаете но варить суп и борщ я в нем не буду я буду варить в белой ну да а эти киевские они уже страшного страшного вида но у нас здесь нет икеи поблизости ближайшая в екатеринбурге и я бы на самом деле купила бы еще такие кастрюли вот это произошло из-за того что мы их стирали в посудомойке пришла саша хоть было указано что эти кастрюли можно мыть посудомойки но на практике оказалось что все-таки нет не стоит но я не уверена что новые я не буду мыть посудомойки мало ли что бывает готовится и посудомойка все-таки отмывает хорошо просто вот эти кастрюли киевские они не очень дорогие их можно менять почаще но опять же когда мы будем где-нибудь в поездке где-нибудь рядом может быть кто-то из друзей будет проезда мы попросим нам привезут купят и мы денежку отдадим а пока ну вот так здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет друзья собственно я сегодня ездил на нашей машине автоматической коробкой передач мне очень нравится экономнее на пол литра стала на сотку во-первых это заметно и посчитал вот а во-вторых я голодный как волк и я пришел домой викуля так это кушать будешь я куда нее попозже потом чуть посидел походил такой раз увидел что тут наготовленное и решил что нет не позже сейчас вот положил себе в тарелька сейчас это буду есть с удовольствием потому что оно такое вкусное что ва в общем я доволен приятного мне аппетита